Всегда хотела сделать что-то для молодежи, делать молодежь лучше, давать ей возможности становиться лучше, развиваться и сохранять, конечно, память наших отцов, дедов, прадедов. Мария Клещева приехала в Анапу из станицы Северской. Там она работает в Центре патриотического воспитания молодежи. Великая Отечественная война затронула судьбу и ее семьи. Дедушка был пехотинцем. Теперь Мария ежегодно участвует в шествии бессмертного полка. Для меня, наверное, это движение жизни. Это какое-то непередаваемое ощущение того, когда ты идешь в одной колонии с тысячами людей, с портретом своего деда, и это вот просто мурашки по коже. Цветы к вечному огню пришли возложить участники первого обучающего семинара, который посвящен реализации общественного проекта «Поколение бессмертного полка». В Анапе собрались представители десяти муниципалитетов юго-запада Краснодарского края. Анапа – это город, который прошел через Великое Отечественное, много погибших. Здесь много личных историй. Люди очень отзывчивые, очень активно. Старшее поколение здесь – пенсионеры, люди серебряного возраста, ветеранские организации. Город – пример для многих, как надо работать по патриотической линии. Задача, которую сегодня ставят организаторы шествия «Бессмертный полк» – наладить горизонтальные связи, чтобы добровольцы и волонтеры из разных городов общались, привлекали новых участников. Работа должна идти круглый год. Патриотическое воспитание в школах, высших образовательных учреждениях и различных клубах, поисковые экспедиции. Я горжусь тем, что в Анапе стартует эта акция необходимая. Она нас возвращает в историю, заставляет нас привлекать молодежь к этой большой работе. И оно имеет свои плоды. По словам Анатолия Гапонова, сегодня очень высокий конкурс при поступлении в военные вузы. В отдельных случаях по 7-8 человек на место. Немало юных жителей Анапы, города воинской славы, намерены связать свою жизнь с военной службой.